Жители домов на улице Красных Зорь жаловались в мэрию и депутатам на то, что у них плохая дорога, пыль и грязь от постоянно курсирующих большегрузов. Власти услышали просьбы, участок включили в федеральный проект «Безопасные качественные автодороги». Просили, чтобы была дорога, в первую очередь, потому что все дворы были заняты машинами. Сейчас, кроме дороги, будет делаться стоянка, и где военнослужащие смогут стоять свои машины, это очень большой плюс. И спокойнее будет жителям города, жителям этого района, и условия хранения автомобилей военнослужащих гораздо лучше будут. Сейчас подрядчик убрал старый бортовой камень и ставит новый. Впереди работы по асфальтировке проезжей части и оборудование парковки для машин военных 98-й гвардейской дивизии. Мнение жителей при формировании перечня работ также учли. Данная работа ведется на участке более километра. Это достаточно серьезная и важная артерия, которая в следующем году также будет соединяться с улицей Парижской коммуны. Мы сейчас видим, какой трафик через эту дорогу проходит. И здесь и тяжелая техника военнослужащих, поэтому данная дорога является достаточно серьезной и важной. Встречу с руководством военной части уже назначили. Будут обсуждать рабочие предложения по поводу организации парковки, ее размера и локации. На дорогу в целом у властей большие планы. Она должна стать дублером Парижской коммуны и разгрузить одну из главных транспортных артерий областного центра. Собственно говоря, здесь были тротуары в разрушенном состоянии. И более того, здесь также технически сделано решение, связанное с водоотведением одного из подтопляемых участков на этой улице. Поэтому я думаю, что комплексно вот это благоустройство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» позволит улучшить условия жизни более чем двух тысяч жителей этого микрорайона. Работы на этом участке планируют завершить в третьем квартале этого года. Сметная стоимость ремонта – 26 миллионов рублей.